друзья всем привет меня зовут Женя вы находитесь на моем канале о творчестве у меня час ночи и я решила что это самое подходящее время для того чтобы начать снимать нарезку для нового влога что хочу сказать покажу вам свое рабочее место и вы сейчас немножко ужаснётесь в общем мое рабочее место выглядит вот так как полный просто кавардак я сижу как на троне на медведей подушке за моей спиной просто феерическая красота вот и вокруг меня разложено вязание я занимаюсь сейчас вязанием заказе к вчера я решила что сяду вечером монтировать итоги года это видео в монтаже достаточно такое насыщенное тяжелое ну как тяжелое просто но должно вместить в себя огромное количество различных фотографий но вчера у меня попросили связать на заказ бычков бычков по мастер-классу маша устюшки вот и связать их не из плюша а из джинса до маленьких вот и собственно вчера днем вечером и сегодня нем я занималась вязанием вот этого красавчика он еще не до конца оформлен но покажу вам извиняюсь тут у меня полный бардак покажу вам на примере до хрюндель такого же размера как аналогичный бучок насколько масштаб до разный если вязать из плюшки и если вязать из джинса ну есть еще мое предположение что я из плюша вижу не очень плотно не очень туго а вот из джинса вижу очень туго поэтому такой еще масштаб у этого красавчика нужно еще затонировать ноздрики и пришить либо пуговки либо колокольчик вот у меня тут вязальная расчлененка вот в этом пакете хвосты веки язычки и глазки глазки вообще моя любовь в плане того как это выглядит конечно вот но в плане того как это вязать ну такое себе занятие я кстати запорола один зеленый глазик у меня это было только одна пара зеленых глазок и я очень сильно расстроилась хотелось сделать зеленоглазового бычка но они почти все будут синий глазами в общем два будут вот таких синий глазах один будет вот такой желтоглазый и еще один будет синий глаз и но хрендели в общем я покрасила прозрачный глазик синим блестящим лаком вот такой глазик будет в общем решила пока у меня вяжется мой заказик думаю ну что я буду сидеть ничего не делать монтировать я не могу потому что это сложная работа что вязать что монтировать это видео на снимаю что-нибудь в общем вот так знаете чтобы делать с димкой дим что будем делать елку бай укладывать да то будем укладывать елку бай вот так мама правда не успела снять видео о планах на 2021 под елочкой но я его сниму как-нибудь иначе потому что уже пора убрать елочку какой у нас сегодня ой пятнадцатый января пожалуй уберем ее вот и все что осталось от елки димка помогал слава богу придумывали пластиковые игрушки я разбила одну игрушку при упаковке а буся как всегда точит точит и точит знаете что у меня тут у меня тут целый мешок запчастей от бычков собственно вот этот один готовый все остальное мелкие запчасти и вот туловище от 2 . что хочу сказать надо ехать 5 мотков и брать еще моточек джинса я не помню что это за цвет наверное 0 5 как говорится хьюстон у нас проблема дело в том что я почему-то была очень уверена что мне хватит матка на всех четырех пучков потому что расход действительно не очень крупный но мне хватит закончить тело вот этого быка ну и все наверное наверное все вот то есть на два тела двух пучков не не хватит очень надеюсь что ниточка из другой партии не будет кардинально отличаться кстати решила делать бычков в разноцветных штанишках потому что решила что так веселее заказчица неважно поэтому я решила немножко повеселиться одни будут красные другие голубые эти будут вот такого оранжевого насыщенного цвета и вот такого насыщенного зеленого цвета будет бычок течение штанишки . в общем вот такие дела у меня тут обстановка веселая время кстати 6 час дня за бортом минус 15 димка еще спит я вот думаю ехать сегодня за нитками или не ехать а что это вы тут делаете папа вы с папой тут выкладываете картинку обалдеть рукодельники какие а а а Субтитры создавал DimaTorzok Сажусь монтировать ролик про итоги года, буду довязывать бычка и решили не докупать вот эту пряжу, а сделать бычка пятнистого, то есть уши, мордочка будет коричневая, а тельце будет либо белое, либо темно-коричневое, еще такой средней коричневости коричневого, вот посмотрим, еще не решила до конца. Вот, сейчас попробую и монтировать и вязать, тут в принципе все по прямой, без убавок, без прибавок, посмотрим, что у меня получится. Ну что, друзья, почти 2,5 часа понадобилось мне на то, чтобы смонтировать это видео. Ну, в это видео я про итоги года вставила все-все-все фотографии, ну как все, не все, конечно, 570, но все основные фотографии, все, что я вязала в этом году, вязала, вышивала, рисовала. Вот, ну, конечно, вот фотографии такого формата я не вставляла, они вообще у меня чисто технические, вот, но основные интересные фото я вставила. Соответственно, основные ссылки я тоже все собрала, писала документ параллельно монтажу видео, вставляла все фотки, все ссылки сюда, здесь на отдельные какие-то видео и на основные плейлисты, да, в которых можно найти то, о чем я рассказывала в видео об итогах года, ну, опять же, какие-то еще ссылочки тут на мастеров, по которым, мастер-классы, по которым я вязала игрушки, они здесь вот мастера, я отразила основные, такие максимально интересные, популярные, ну, у меня, которые в ходу, вот, сейчас смонтируются, буду загружать, он в этот раз, вот этого быстро сохраняется, ну, не сглазить бы, да, вот, буду сохранять, тут, кстати, на канале статистика, в этот раз какая-то грустненькая, влог про гусинского не очень-то зашел, ну, наверное, первая рабочая неделя, в начале недели я выкладывала, поэтому не зашло вообще про котейку, про моего, неплохой ролик получился, вот, пока покомментировала, старалась вязать, но это вот такое занятие странное, конечно же, монтировать такой сложный ролик, ну, как сложный многоэлементный ролик, да, где не просто ты прослушиваешь и вырезаешь, не нужно, а еще вставляешь какие-то моменты, ну, конечно, не до этого немножко, не до вязания, но рядочка 3-4 я вывязала, вот, сейчас буду эту тушку заканчивать, ну, что, друзья, снова история от компьютера, прошел час, даже час 10, за это время сохранилось видео, сохранилось оно буквально очень быстро, прям вот нереально быстро, наверное, минут за 20, для моего компьютера это очень быстро, и оставшиеся 50 минут у меня грузилось 14 процентов видео, это у меня настолько волшебный в кавычках интернет, для того, чтобы у меня видео загрузилось быстрее, я приношу компьютер на кухню, ставлю его возле окна, и только тогда у меня, и телефон здесь рядом к коду, только тогда у меня грузится побыстрее видео, но я надеюсь, что скоро эта история изменится, нам проведут нормальный интернет, Ростелеком не сильно торопится это сделать, уже неделя прошла, они все никак, ну, в общем-то, бог с ними, есть тут и причины, независящие от них, но, в общем, я надеюсь, что на следующей неделе у нас уже будет нормальный интернет к концу января, надеюсь, точно будет, и я смогу нормально работать, а не вот так сидеть возле кухни, возле окна, и пытаться загрузить час по чайной ложке видео. Бусечка, иди помогай видео загружать. Сорты, Елечку мою, сорты, Елечку мою, да. Сорты, Елечку мою, да. Сорты, Елечку мою, да. Мороз и солнце, день чудесный. Сходить бы погулять, но там так холодно. Ну что бы сюда, мы с тобой это сделали. Чуть меньше недели и 4 часа готова. Так, ну что, такие вот своеобразные товарищи получились. Затонировала музыки и немножко ротик. Вот. Вот. И еще такой вот в оранжевых штанишках. Здесь у меня покрашены глазки лаком для ногтей. Радужка была прозрачной. Я ее окрасила. Она теперь так красиво переливается. Так что, к этому заказик завтра нужно будет только отфоткать. Вот это только, мне кажется, какой-то хмурый и злой получился. Как-то вроде все глазки одинаковые связаны, все веки одинаковые связаны, но вот у этого пришивала. Здесь такой большой зазор получился. А у этого пришивала наоборот маленький зазор получился и получились глаза такие, как будто немножко набычные, при том, что это бык. Небудрительно, что он обычный. Вот. Ну, в общем, такие вот ребята. Я, честно сказать, подустала от их вязания, точнее от вязания их в быстром темпе. Но у меня был супер помощник. Субтитры подогнал «Симон» 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 игрушку нашел сейчас кота как ветром сдует на скажем бусик кушай напугался сидит не жив не мертв да боишься бузька ты боишься ты боишься серый кот там что в миску где мне надо ему в водичку эту палочку класть пожалуйста положи ее теперь в раковину в раковину положи бубе держи буба владей а у мамы что там бычки прилетели картина репина бочки прилетели все друзья к нам пришло счастье и цивилизация виде вот этой коробочки от ростелекома все теперь мы с интернетом и теперь я не буду по три часа грузить видео на канал будет это все гораздо быстрее ура стою думаю что за полтергейст такое почему доска шевелится а это вот забрался туда не не дадим все верно а пусть оттуда забрался тебя ай ай буси отцарапал буси вылазь баба буба выходи скажи выходи оттуда туда вон там твой горшок пусть дима тебе рассказывает выходи давай мы совершающей истории этого влога будет история про вот этот жилетик его я вязала в апреле девятнадцатого года для саши и я его буду распускать сейчас кто-нибудь ахнет наверное на этих словах я его буду распускать на то есть причины его как связала в апреле девятнадцатого саша не надел его один раз когда мерил и еще один раз когда я попросила его сфотографироваться в этом жилете больше он его не надевал ну во первых жилет оказался не самым желанным предметом одежды а во вторых он получился очень большим на него прям гигантской большим плюс наверное саша еще схуднул немножко в общем в ширине да по тушке этого жилета он широкий можно убрать прям приличное количество сантиметров прям вот столько наверное точно можно убирать вот прям не жалея эту историю скажем так и он получился просто гигантским по пройме вроде бы мерила все как обычно по его свитеру джемперу которую носят обычно но получилось просто гигантская пройма она свисает у него сантиметров чуть ли не на 10 15 под подмышкой да то есть но она огромная и оба вот настолько до убрать так если плечу просто вот это все нужно убирать поэтому я буду распускать и не знаю может быть даже перевязывать общем короче говоря неудачная получилась вещь хотя и очень красивый узор узорчик из книги норы норы гон и если кому-то интересен я буду снимать мастер-класс вот а у нас мороз и солнце день чудесный дима что-то хочет рассказать что у тебя кубики до кубики но сейчас пойдем будем собирать иди доставай кубики у нас мороз солнце день чудесный холодно минус 22 вот настоящая зима как говорится пришла откуда не ждали ну в общем не знаю пойдем ли мы сегодня гулять по такой холодильник но дома сидеть точно будем хорошо вон нить красивый пар вот на этом будем сегодня с вами прощаться покажу напоследок под пение дмитрия свои орхидеи до новых встреч и новых видео если не подписаны то обязательно подписывайтесь и до новых встреч пока пока